Фильм «Несколько дней жизни» Обломова начинается. Фильм «Несколько дней жизни» Обломова начинается. Мальчик в длинной до пят ночной рубашке Бежит по анфиладе полутемных комнат. Забегает в просторный кабинет. Пол из грубых досок Покрывает несколько разноцветных половиков. На окнах массивные портьеры. Подбежав к стоящим в углу часам, Прикладывает к ним ухо. Откинув занавеску, Выглядывает в окно. Машет игрушечным кнутом. Илья Ильич, ты что шумишь? Маменька приехала, не разбуди. Маменька приехала. Круглолицая женщина моет руки мальчика в тазу. А когда маменька встанет? Скоро. А когда она приехала? Поздно, батюшка, ты спал уже. В комнате игрушки. Около окна лошадка-качалка. А я пойду послушаю, не проснулась ли еще? Ну, что ты, батюшка, беспокойный такой. День только маменьку не видел, а уж извелся весь. А отчего это, няня? Там светло, а тут темно. А ужо будет и тут светло. Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его. Вот и хмурится. А ужо. Мальчик стоит перед закрытыми межкомнатными дверьми. На нем кремового цвета рубашонка, светло-зеленые бриджи и белые гетры. В руке кнутик. Илья Ильич, батюшка, ты чего тут стоишь? Разбудишь ненароком маменьку? Улыбнувшись, мальчик выбегает из дома. Маменька приехала! Маменька приехала! Бежит по изумрудно-зеленому полю. Титр. Несколько дней из жизни И.И. Обломова. По мотивам романа И.А. Гончарова-Обломов. Друг друга сменяют акварельные рисунки. На них достопримечательности Петербурга, среди них Медный всадник, Адмиралтейская игла, Исаакиевский собор, расположены в нетипичном для себя окружении. В болотистых рощах, в заснеженных полях, на поросших буреломом полянах. Поверх рисунков друг друга сменяют титры. Авторы сценария. Александр Адобашьян, Никита Михалков. Постановка Никиты Михалкова. Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Дирижер Юрий Серебряков. Директор картины Вилли Геллер. В главных ролях Илья Ильич Обломов, Олег Табаков. Андрей Иванович Штольц, Юрий Богатырев. Захар, Андрей Попов. Ольга, Елена Соловей. Алексеев, Авангард Леонтьев. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. Друг друга сменяют созвучные рассказы картинки. В Петербурге, в Гороховой улице, в одном из больших домов народонаселения, которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было нормальным его состоянием. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь Чином, поселился в Петербурге 12 лет назад. Тогда еще он был молод, полон разных стремлений, ждал многого от судьбы и от самого себя, все готовился к поприщу, к роли. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, служба была оставлена, Пушок обратился в жесткую бороду, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, перевалило за 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где и был 10 лет назад. Захар! Просторная полутемная комната. У стены диван. Лицом к стене на нем лежит мужчина с кудрявыми темно-русыми волосами. Захар! Под диваном ночной горшок. Из соседней комнаты выходит Захар. Немолодой мужчина неопрятного вида, с седыми волосами и большой лысиной. Разворачивается в дверях. Ну, куда же ты? Вы ничего не говорите, что стоять даром. А у тебя что, ну, я цехле. Видишь, барин озабочен, так подожди, не належался там еще. Захар открывает двери. Сыщи письмо. Какое письмо? Я не видал. Ты же отпочталенный его принял, грязный закой. А дергивает портьеру. Куда же его положили? Почему мне знает? Понятно, ты ничего никогда не знаешь. Задувает свечи. В корзине посмотри, или не завалился ли за диван. Ты смотри, спинка у дивана до сих пор не починена. Что б тебе призвать, ты ли рада починить? Ты же изломал. Я не ломал, она сама изломалась. Понятно, ты не ломал. Захар заглядывает внутрь вазы. Нашел? А, какие письма. Достает конверты. Не те. Ну, нет больше. Ну, ладно, хорошо, пойди. Я встану, сам найду право. Ох, какая же у тебя чистота, Кром. Пыль, грязь. Боже ты мой. Ничего не делаешь. Ну, что ли я ничего не делаю? Вон, вон, все подметено. Все прибрано. Словно к свадьбе. Так. Чего еще? А это что? У стола? Ну, пожалуй, уберу. Из шкафа выпадают книги. Только-то. Захар заталкивает их ногой под шкаф. А пыль, а грязь, а паутина. Накрывает листом тарелку. Я иногда вижу клопа на стене. Сдувает паутину. У меня и блохи есть. Это же гадость. И не смеяться надо, Захар. А убирать. Убирать лучше. Захар обнюхивает стену. Захар, умыться готово? Готово давно. А чего вы не встаете? Опять управляющий дворника присылал. Говорит, непременно нужно съехать. Квартира нужна. Не смей напоминать мне о квартире. Я уж тебе запретил, раз ты опять. Смотри. Лучше бы к мяснику сходил. Не пойду. Больше долг не дадут. Нынче первое число. А мы что ему должны? 86 рублей. Ты с ума сошел? Так не платили месяц три. У меня записано. Не украли. Как это только в тебя влезай. Доброво впрок. Вы бы лучше написали, сударь, к домовому хозяину. Так, может, он бы вас в квартире не тронул. Ай, ладно. Ступай к мяснику. А я подумаю, напишу. Иду. Захар кидает Ваненок в одну из дверей. Та открывается. За ней просторный светлый зал с голубыми занавесами на окнах. Илья Ильич был сильно озабочен. Дело в том, что по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. И вот из этого имения от своего староста он получил вчера письмо неприятного содержания. Ну, известно, о каких неприятностях может писать староста. Не урожай, не доимки, уменьшение дохода и тому подобное. Еще несколько лет назад Илья Ильич стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в своем имении. Ему и хотелось бы улучшений и перемен по этому плану. Но только чтобы это сделать как-нибудь так, незаметно, само собой. Вот. А тут еще хозяин съехать просит, квартира нужна, сын у него женится. Обломов был в затруднении. О чем думать? О письме ли старосты? О переезде ли? О деньгах ли? Книга падает на лицо задремавшего Обломова. А-а-а! Закарф! Мы письмо написали? Закарф, что вы? А ты в лавку ходил? Ходил, закрыта лавка. Ушел куда-то мясник. Я потом еще схожу. А, ну ладно. Ладно. Ах, дойка. Обломов поворачивается на правый бок, кутается в одеяло. Большая книга спадает на пол. Улыбающийся сулькек в темно-зеленом сюртуке. А-а-а, это вы, Алексей. Здравствуйте. Не подходите ко мне, я вам руки не подам, вы с холода. Что вы, какой холод, Илья Ильич. Вот теперь я не думал к вам сегодня, да Овчинин встретился и увез меня к себе. Я за вами, Илья Ильич. Куда это? Да к Овчинину-то поедемте. Там сегодня собрались Матвей Андреевич, Альянов, Казимир Альберч Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин. Так, что же они там собрались, что им нужно от меня? Так, а Овчинин зовет вас обедать? Обедать? Садитесь, подумаем. Вставайте же, пора одеваться. А зачем одеваться, я еще не умывался. Так умывайтесь. Алексеев осматривает кресло. На одном кофейная чашка, другое пыльное. Садится на стул, подложив платок. Что же вы? Что? Да все лежите. А что такое? Как же? Вы хотели ехать. А, нет, куда ехать? Нет, я не хотел ехать никуда. Я ведь вам о делах своих еще не говорил. О каких делах, не знаю. Я ведь почему так долго не встаю? Я пока лежал, то все думал, как мне выпутаться из беды. Что такое? Два несчастья. Вообразите, с квартиры гонят съезжать надо. Сыграл самую шутку хозяин, съезжайте, говорит, поскорее. Еще поскорее. Это очень несносно переезжать. С переездкой всегда хлопот много. Растеряют, перебьют, очень скучно. А некоторые так любят переезжать. В том только удовольствие и находит, как бы переезд. Захар! 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 Квартира это еще ладно. Захар! А вот вы смотрите, как ко мне пишет из деревни староста. Захар! Где его стоит? Где мое письмо? Где же его искать? Раз я знаю, какое. Я не умею. А я что, съел его? Где оно в самом деле-то? Ух, ах, вот. Ну вот, вы это все. Ладно, ступай, 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 иди. Надоел ты мне. Письмо было под задом Обломова. Вот, смотрите. Милостой государь, ваше благородие. Ну, это не важно. Ах, я говорил, у вас холода. Пятую неделю нет дождей. Эдакой засухи старики не запомнят. О зиме, ну, тут неинтересно. Под Ивана в день три мужика ушли. Ах, хи! О, Господи, Боже мой. Исправник, так-так, холста нашего сей год на ярмарке не будет. Пьют. Ах, о, Господи, Боже ты. Алексеев отсаживается дальше. Внедаем-ка недобор. Нынешний год, а пошлем доходцу. Батюшка-то наш благодетель. Тысяча, як-ка, две помени. Против года что прошел? Ах, хи! Ах, расчехай! Месяца и года нет, должно быть, письмо валялось с прошлого года у старосты. Тут Ивана в день и засуха, когда опомнился. Представляете, как вам это понравится? Тысячи, як-ка две помени. Сколько же это останется? Сколько же я в прошлом году получил? Я не говорил вам? Нет. Надо бы уж Тольца спросить. Скорей бы он возвращался, а то пишет, что приедет, а сам черт знает, где шатается. Захар подал безразмерный платок. Облома в поле лежит на изголовье дивана. Задумчиво прижал платок к колбу. К губернатору что-нибудь писать? А кто у вас губернатор? Глаза закрываются. Широко их открывает. Напишите губернатору. Засуха, жара. А и вправду напишите губернатору. Перед Обломовым встает видение. На солнечном лугу пасется белая лошадь. Лук примыкает к парку перед особняком. Особняк стоит в тени высоких деревьев. Нянька! Нянька! Илюшечка, где ж ты? Куда ж ты спрятался? Илюшечка! Илюша! Добрым утром, папенька! Мальчика в голову целует папенька. Улыбчивый мужчина с фельдфебельскими усами. Грозит пальцем. По крыльцу осторожно ходи. Да смотри, Илюш, не шуми. Маменька наша спит. Устала с дороги. Илюшенька! Ну куда ты побежал? Мальчик бежит к конюшне. Ой! Илья, Ильич, да что ж ты делаешь? Вот была у них... Хлопнул к нотикам мужика по заду. По двору бежит рыжий петух. Опустив голову на сложенные на подоконнике руки, папенька флегматично смотрит на петуха. Притоптав пеструшку, петух идет по двору. Сведя глаза к переносице, папенька смотрит на свои волосы. Откидывает их со лба. В его руке четкий, на подоконнике головка подсолнуха. Папенька со скукой смотрит на идущих по двору уток. Он и дворовый люд стоят перед крыльцом. Надо бы крыльцо починить. В самом деле, видишь ведь как, совсем расшаталось. Так ведь, когда строили, он и тогда шатался. Ну, так что, что шатался? Так ведь не развалилось же. Даром, что 16 лет без поправки стоит. Славно сделал тогда лука. Да, хорошо сделал. Вот был плот. Да. Умер. Все крестятся. Царство ему небесное. Царство ему небесное. Нынче избаловались. Так не сделают. Нет. А разве лука строил-то? Нет. Не лука. Не лука. Ну да, лука. 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 Лупенька задирает голову к небу. Дворовый лед делает то же самое. Илюша во дворе стоит напротив открытого окна. Смотрит на спящую в комнате женщину. Нельзя, батюшка. Нельзя маменьку будить. Шутка ли сказать, целый день дома не была и всю ночь в дороге. Илюша. Лукаво улыбнувшись, Илюша убегает. Маменька переворачивается на другой бок. Вот, няня, ну что ты, блядь, ялюшка. Илюша, мне такой очень нравится. Няня бежит за Илюшей по парку. В комнате. Что же вы не пишете? И я бы вам перышко отчинил. А, это вы, простите, кажется, заснул. Ничего, ничего. Алексеев был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласные молчания Обломова, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. И хотя Обломов был ласков с ним, но любил искренне только одного человека, верил ему одному, может быть, потому, что рос, учился и жил с ним вместе, это Андрей Иванович Штольц. Штольц был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час. Алексеев около окна. Что же вы не говорите ничего? Вы же поговорить хотели о чем-то. Бог, с вами выступайте куда-нибудь. Я сначала один подумаю, а с вами потом. Очень хорошо, очень хорошо. В самом деле и потом хорошо. Потом хорошо. Уходит. Все готово, не лягюсь. Обломов в широком полосатом халате садится за накрытый стол. А еще квартиры опять приходили съезжать. Ест, не обращай внимания на Захара. Делает глоток из чайной чашки. Илья Ильич. Доливает в нее молока. Выпивает, снимает салфетку. Что делать будем? Съезжать, Виля? А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой ты ядовитый человек, Захар. Я не ядовитый. Ладно, ступай. Убери все это. Только смотри, я запомнил, там сыру остался кусок и ветчина. Вечером подай. И то опять употребишь, как всегда. А барином, соврешь, мол, тебя оставалось. Чтобы не пускали никого, так больше не оставалось. Ладно, ступай. Эх, смерть не идет. Чем пуском попрекают, лучше про переезд подумать. Другие вон переезжают. Что, 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 что? Что, 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 что? Я сказал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можем. Захар собирает тарелки на большой поднос. Захар замерз под носом около дверей, оборачивается. Ну-ка, поди сюда. Ближе, ближе, ближе. Каково тебе? Нехорошо ведь, а? Что же я, Ильич, я ведь только сказал, что... Ты подумал ли, что ты такое сказал, ядовитый человек? Что же я такого сказал? Ты сказал, что другие не хуже, нас переезжают, другие не хуже. Вот до чего я уже договорился. Теперь я буду знать, что это для тебя все равно что-то другой. Облома встает. Ты подумал! Ядовитый ты человек, что такое другой? Садится на свой диван. Сказать ли тебе, что это такое? Знаешь ли ты, что такое другой, а? Другой так действительно возьмет и приедет на новую квартиру. Вон легает. Возьмет линейку под мышку, две рубашки в носовой платок и пошел. Куда ты, мол, приезжаю? Вот это вот другой. А я, по-твоему, другой? А? Полного, батюшка, томить-то мне жалкими словами. Ну, разве я другой? Ну, Пол, я... Разве я мечусь, работаю, мало ем, что ли, худощав или жалок на вид? Ну, разве мне чего-нибудь не достает? Да я на всю свою жизнь ни разу себе чулок на ноги не натянул. Пока живу, слава богу. Кому это я говорю? Ну, не ты ли с детства ходил за мной? Ты же сам знаешь, видел, что я воспитан нежно. Ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба сам себе не зарабатывал, вообще черным делом не занимался. Ну, как же у тебя после всего этого достало дух уравнять меня с другими? Я не знаю. А я в своем плане ему отвел отдельный дом, огород, он жаловы не назначен, он у меня мажорном, он старост, он поверенный по делам. Ну, как же ты после всего этого мог так горько оскорбить меня, твоего барина, которому ты век служишь, которому ты ребенком носил на руководку? Важен, я не исполнил, а ну что вы, Господь, с вами такое? Что снимает, пресвятая подорога? Обломок ложите на диван, подходя, Захар роняет поднос, гладит барина. Пойди отсюда! К вам сюда! Опусти шторы! И затвори меня поплотнее. Я, может быть, усну часок, а в половине пятого меня разбуди. Собрав осколки на поднос, Захар быстро выходит. Обломов лежит в той же позе, в которой он лежал в начале фильма. Уже легкое, приятное немение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весь куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. А я ведь не умылся, прошептал им. Как же это? Да и ничего не сделал. Хотел изложить план на бумагу, и не изложил. Губернатору не написал, домовому хозяину тоже. Счета не поверил. Утро так и пропало. Он задумался, что же это такое. А другой бы все это сделал, мелькнуло у него в голове. Другой, другой. Что же это такое, другой? Он углубился в сравнении себя с другим. Настала одна из ясных и сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью. Горько становилось ему от этой тайны и исповеди перед самим собой. Бесплодные сожаления минувшим, жгучие упреки совести извили его, как иглы. «Это все Захар», – прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. «Что, если бы кто-нибудь слышал это?» Думал он цепенее от этой мысли. «Слава Богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверит, слава Богу». В комнате полумрак. Обломов спит, укрытый одеялом лимонного цвета. «Или, Ильич!» «Или, Ильич!» Захар отворяет дверь в соседнюю комнату. «Иль, Ильич!» «Или, Ильич!» «Или, Ильич!» «Всывайте!» «Пятую половину уже!» Наливает стакан кваса. «Толкает Обломова». «Или, Ильич!» «Чего тебе?» «Вы велели себя разбудить». «Продолжает его толкать». «Исполнил приказание и ступал». «Облому снова закрывает глаза». «Остальное тебя не касает меня». «Не пойду, Ильич!» «Вставайте!» «Ильич!» «Я бурадехник, да никак нельзя!» «Ну, Илья, Ильич!» «Слыша!» «Вы сами будете гневаться на меня, Илья, Ильич!» «Я сам знаю!» «Знаешь, ты трыхнул!» «И трыхнул словно чурбан осиновый!» «Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох!» «Думаешь, я сплю?» «Я не сплю, я все слушаю!» «Эх ты, головушка, что лежишь, как колода!» «На тебя смотреть тошно!» «Поглядите, добрый людь!» «Вставайте!» «Вставайте!» «Подпрыгивает около дивана». «Илья, Ильич, Ильич, поглядите-ка, что вокруг вас делается!» «Я проснусь, когда запястью!» «Вставайте! Вставайте!» «Облома вскакивает!» «Я сейчас покажу, как тревожить барера, когда почевать хочет!» «Держась за голову, идет по комнате». «Дай квасу!» «В дверях высокий мужчина». «Илья!» «Андрей!» «Стой!» «Прикарка!» «Одергивает одной из портьер, обнимается с Обломовым». «Видение. Илюша обнял мальчика его возраста. Целует в щеку». «А я от Верклевки до Вавилова сам тележкой правил. А мне мама так...» «А мне эти перчатки настоящие подарят!» «Да тихо ты! А то у нянька проснется и у меня в тени сидит. А пока они все после обеда спят. А давай посмотрим, как они спят». «Давай, только тихо!» «Держась за руки, мальчики входят в большой деревянный дом». «Мужик в синях, соскочив с сундука, хватает деревянный ковш. Зачерпнув воды, выбегает на крыльцо. Пьет. Вернувшись, ложится на сундук. Мальчики входят в комнату. Везде спящие люди. Около дома почивает дворовый люд. В доме одетая поприличнее прислуга. На диване, положив руку на грудь, спит папенька. На спящих падают косые лучи яркого дневного света. Сквозь них, превращаясь в яркие точки, пролетают мухи. Мальчики прошли особняк. Выходят из двери с другой стороны. Игрушечный кнут Илюши в руке его приятеля. Выйдя на сломанное крыльцо, качаются на ступенях. «А я вот чего могу!» «И я могу!» «А чего это крыльцо не починят?» «Ох, его знает, что он не знает!» «Слушай, а пойдем крутиться?» «Пойдем!» Бегут к висящим под деревьями веревочным качелям. Илюша сел на качели. Подталкивая, приятель закручивает их вокруг вертикальной оси. Теперь уже вертится приятель. Ему на глаза спал большой светлый картуз. Мальчики часто сменяют друг друга. Крутятся, сидя вдвоем. Глаза закрыты, руки на плечах друг друга. На лицах счастливые улыбки. В комнатах Обломов спит. Штольц остановился у Обломова. Жизнь Штольца, как всегда, была заполнена делами, визитами, обществом. И как Илья Ильич не протестовал, не жаловался, не спорил. Он был увлекаем своим другом и сопутствовал ему всюду. Нужно начинать новую жизнь, говорил ему Штольц, теперь или никогда. Штольц был ровесник Обломова, и ему уже перевалило за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и благодаря старанию и уму успешно. Штольц за бюро. Он часто говорил Обломову, что нормальное назначение человека донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно. И что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала мне. Открывает фоточку. Что не встречалось в жизни Штольц? Он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления. Как ключница, сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери. Штольц ставит перед диваном Обломова таз с водой. Одергивает портьеры. Подойдя к дивану, поднимает охотничий рог. Скочив, Обломов попадает ногами в воду. Лезет обратно под одеяло. Схватив рубель, Захар бежит в комнату. Обломов бегает за Штольцем вокруг стола. Захар! Давай ему одеваться и поскорее! Значит так! Стоя перед окном, Обломов потягивается. Сейчас завтракать. Штольц открывает блокнот. Потом. Смотрит на него через лорнет. Палату по делам, потом обедать. Кстати, Лео, сделаешь приятные знакомства. Я пригласил золотопромышленника, того, что давечи говорили. Затем мы приглашены к нему пить чай. Ах, да! Непременно познакомлю тебя с Ольгой Ильинской. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может, я пристрастно сужу, у меня к ней слабости. У вас, значит, бывают слабости. Бывают, бывают. Кто ж такой ура? Ты давай, давай, скорее барина одевай и неси завтрак. Дверь я открою. У штольца светло-рыжие волосы, усы и бакенбарды. Пухлые губы, большие глаза. Алексей в тулупе. А, это вы, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват. Слушаю вас. Простите, Андрей Иванович, я думал, Захар откроет. Мне, Илье Ильичу, приглашение передать. А нет Ильи Ильича. С вечера еще уехал по казенной надобности и не скоро будет. Он теперь за границу собирается, потом в Обломовку. Изо рта Алексеева идет пар. И слава богу. Он все вас, Андрей Иванович, очень ждал. Вот, говорит, Андрей Иванович, Штольц, мой друг, приедет и все тело вводится. А, позвольте спросить, почему мы шепотом говорим? Или в доме кто? Захар спит. А-а-а, простите. Мне в службу надо. Прощайте. 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 Алексеевич. Я Иван Алексеевич. Иван Алексеевич. Штольц закрывает дверь перед лицом Алексеева. Захар! Захар с подносом. Ну-ка, 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 что ты там такое потащил? А? Штольц нюхает что-то маловразумительное, похожее на майонезный салат. Телятина. Бросает ложку. Выворачивает блюдо на поднос. Видал? Видал. Только Андрей Иванович, пожалеете, барин, не может он вашей пищи. Ступай. Принеси то, что я велел. И машинку. А что же мы не завтракаем? Время не ждет. Андрей, а кто там приходил сейчас? Это ко мне. Бумаги козелки принесли. Пошли к столу, Илья. Пойдем. На столе блюдо с яблоками, капустой, очищенной свеклой. Штольц пропускает морковку через ручную овощерезку. Ах ты, Илья, только послушай, запах какой. Делает овощной салат. Если б само здоровье была вещь, которую можно видеть и ощутить запах, я уверен, что такой у него был бы вид. Так оно должно пахнуть. Заправляет сливками. Мешает двумя ложками. Захар, прими. Отдает овощерезку Захару. Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Оказалось бы, чего проще? Животные здоровее нас. Так ешь то же самое, что они едят, и будешь так же здоров. Вот, Захар, только понюхай. Ну ладно, ступай. Ступайте. Завтракают за столом в комнате с голубыми занавесями. Илья, сбрось себя прежде жир. Тяжесть тела. Тогда и отлетит сон души. Ах, Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Вот ты сказал про сон души. Я все знаю, но уйти от этого сна ни воли, ни сил у меня нет. Вот за тобой, может быть, я и пойду, а сам один я не справлюсь. Просили, я перебил тебя. Спасибо. Ты не забыл завтра в палату прошение подать? Не позже. Штольц встает. У-у-у, собирайся, я через пять минут ехать нужно. Э-э-э, а чай? Захар с самоваром. Андрей, а чай? Чай вреден. Едут в санях. Вдали блестит шпиль Петропавловского собора. Вот эти акции даже не имеют за три четверти, с тем, чтобы после падения курса скупить за пять восьмых. Теперь понятно? Пять восьмых чего? Ну, есть стоимость акций, есть нынешний курс, например, три четверти. Чего три четверти? Ну ты что, вообще ничего не понял? Большой пустой зал, украшенный инкрустированным деревом. В центре стол. Дверь открывает мужчина в зеленом сюртуке. Ваше превосходительство, к вам господин Штольц. А, прощите. Павел Петрович. Здравствуйте. Ой, родной мой. Рад вас видеть. Очень рад. Как наши тела. Я прошу прощения, позвольте вам представить мой друг Обломов. Очень приятно. Андрей, много рассказывал об этом проекте. Я же давно вас не видел, ничего не знаю. Ваше превосходительство, все подписывается. Будто не замечая Обломова, проходит в соседний зал. Вы молодец. Энергийский человек. Я другого от вас не ожидал. Но, друг мой, задевая это серьезное дело, я все-таки подумал о том, что стекло-то нужно венецианское, а где его взять? Да, Павел Петрович. Понимаете? Павел Петрович, я все понимаю, вот здесь все изложено. Я понимаю, что все изложено, но стекло-то очень дорогое. Вы понимаете меня? Если бы обратиться... Не надо, не надо обращаться к Герею. Не надо. Это может сделать мой друг. Обломов заснул на стуле его превосходительства. Увидев это, Штольц уводит чиновника в зал. Щелкает пальцами, подпрыгивая, стучит каблуками. Обломов вскакивает. Зал с атласными фиолетовыми обоями. За двумя столами степенного вида усатые мужчины во фраках. Подписывает документы в больших папках. За одним из мужчин выстроилась свита из чиновников в зеленых сюртуках. Свита другого во фраках в первом ряду Штольц. Встав, мужчины обмениваются папками, важно кивают, жмут руки. Все аплодируют. Выходят из зала. Обломов во фраке в последнем ряду. Обождав, пока все окажутся к нему спиной, ретируется к противоположному выходу. Штольц оборачивается в дверях. Быстро идет за Обломовым. Зал выделяется дорогим убранством. Колонны, позолоченная лепнина, освещение в сотне свечей, фрески с портретами царских особ. Нагнав Обломова, Штольц ведет его под руку вслед за всеми. Легкие конные сани проносят Штольц и Обломова вдули с городисковкой в виде императорской короны и двуглавых орлов. В зале Малахитова цвета сидят за столом напротив полноватой женщины с Томиком и Лорнетом. Поезжай, сказала мне Надежда, и поселись опять в Европе. Смотря на женщину, Штольц с участливой улыбкой понимания кивает. Вдоль стены стулья. На одном из них господин с прилизанными волосами. Обломов с обреченным видом переводит взгляд-то на него, он и Штольца. На глазах господина выступили слезы. Выждав, когда Обломов перестанет на него смотреть, показывает ему язык. Вечереют. Сани проносятся вдоль изгороди с ковкой в обратном направлении. В оформленном по-восточному помещении. Штольца встречает бородатые турки в фесках и фиолетовых одеждах. Обломов с испуганным видом озирается по сторонам. Штольцу подают пиалу, он радостно вскидывает руки, берет пиалу. Обломов смотрит на бородатого турка с мундштуком кальяна в руке. Наклонив голову, турок улыбается с хитрым восточным брещуром. Обломов пьет из пиалы. Стоящий вокруг турки аплодирует. Небо посерело. Сани везут Обломова и Штольца вдоль Невы. На голове Штольца цилиндр. Обломов в меховой шапке с козельком. На лице Штольца удовлетворение. Обломова утомленность. Проезжает место, где был начат их воеж. В комнатах темно. К Обломову входит Захар в руке свеча. Я ей готова. Что, Андрей Иванович? Спят, темно у них. Пойди, посмотри. Осторожно. Приняв свечу, Обломов выходит из комнаты. Входит в узкую угловую комнату Захара. Дверь, дверь закрой. На столе продолговатая фаянсовая супница. Прими. Ложку дай. Обломов садится за стол. Оставь ты шагу без этого. Перед ним большая тарелка. Захар передает ложку. Сейчас пирог подам. Ну ладно. Захар целует барина в плечо. Идет к двери, бросается на кровать. Так, стало быть, никогда. В ромбовидном дверном окошке лицо Штольца. Обломов замер с половником. Стало быть, никогда, Илья? Что никогда? На голове Штольца сеточка. Послушай, Илья. На теле атласный зеленый халат. Кого ты обманываешь? Не меня ведь. Себя. Ты вспомни, как ты радовался бодрости, свежести своей, пришедшей легкости. Где твоя изжога? Где ячмени? Лицо неизмято стало, постройнел. А ведь всего несколько дней не валяешься без дела и не ешь всякой гадости. Ай, Илья. Ужели ты хочешь опять походить на дряблый ветхий изношенный кафтан? Штольц прохаживается по комнате. Ну, так тогда так и скажи. Я не требую сочувствия. Вели подать себе завтра баранью ногу в постель. А еще лучше свинины, жареной. Валяйся, день в деньской. Спи, пей. Хочешь? Присаживается за стол. Ну, послушай, Илья. Ну, вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом. А завтра будешь проклинать себя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только. Что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там? Суп. С мясом. Обломов обезоруживающе улыбается. На строгом лице Штольца проступает улыбка. Ну, хорошо. Только немного и в последний раз. Теперь или никогда, запомни, Илья. Штольц идет к дверям. Ушел. Ай, черт с вами! Возвращается. Захар, подай ложку. Садится за стол. И тарелку. И пирог уж тогда неси, каналья. С чем он у вас хоть? С грибами. С обломовскими. Штольц наливает суп. Как могли быть близки эти люди, в которых каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни друг друга? Но это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности никак не препятствуют поводам для симпатии. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе обломовых на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при обломах. И, наконец, и более всего, чистое, светлое и доброе начало, лежащее в основании натуры Ильи Ильича, которое исполнено было глубокой симпатией ко всему, что хорошо, и что только откликалось на зуб этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. В парилке Штольц хлещет себя веником. Вот, Илья, это настоящая баня. Ни с какими петербургскими не сравнить. А пахнет, слышь, как? Я этот запах еще и с детства помню. Отец, бывало, сажал меня с собой на рессорную тележку. Плескает на камне. Давал вожжи и велел везти на фабрику. Ох, хорошо. Потом в поля, потом в город, потом какую-нибудь глину посмотреть. Андрей, ты вправду съезди-ка нынче на этот обед без меня. Я, видишь ли, должен еще... Вот, значит, за день натрясет так, что идти не можешь. А тут уж банька истоплена. Залезаешь на самый верх, деревом пахнет, веником. Да нет, на самом деле, Андрей, мне бы надо пару деньков дома посидеть. План докончить и не здоровиться, боюсь. Опять ячмень сядет. Что, Илья, на диван захотелось? Никуда тебя не отпущу. Теперь или никогда. Помнишь уговор? Выбегает из бани. От него идет пар. Опустившись на колени, обтирается снегом. Илья, иди сюда, Илья! Вот мне здоровье! И никакой ячмень не сядет! Обломов кутается в халат. Илья! Ну, ну тебе! Нет, ты что ж думаешь, что я шучу? А теперь или никогда! А теперь или никогда! А-а-а! 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 Теперь или никогда! Штольц высыпал ему снега на грудь. Заключив свои богатырские объятия, тянет к двери. Обломов упирается. Уси! 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 В глазах Обломова неподдельный ужас. Упираясь, он предплечьем давит Штольцу на горло. Перестает давить. В глазах появляются слезы. Илья, что с тобой? Я этого не люблю. Опускается на лавку. Штольц садится рядом. Илья. У меня теперь плечо болеть станет. Ну, Илья. Я сказал, я этого не люблю. А ты делаешь нарочно. Да, что ты говоришь. Да нарочно, мне неприятно, ты делаешь. Я не могу, а ты заставляешь. Я устал, устал, устал. От чего, Илья? От всего. От баллов встреч, знакомств, чипитий, разговоров. Штольц закрывает дверь. От этой беспрерывной беготни в запуски. От пересудов, от сплетен. Не нравится мне ваша петербургская жизнь. Какая же тебе нравится? Не такая, как здесь. Да? Что же здесь именно так не понравилось? Все. Штольц надевает большой махровый халат. Ни у кого нет ясного покойного лица. Один мучится, что осужден каждый день ходить на службу, а другой вздыхает тяжко, что нет ему этой благодати. Вот идеал и цель жизни. Штольц выпивает рюмку рубинного цвета жидкости. Значит? Сев на лавку, ест калину. Что ж, делами заниматься и в приемных сидеть? Ты не желаешь. Не желаю. Равно как и светской жизни вашей не желаю. Ходить в зелу и любоваться, как симметрически рассаженный гость. Обломов садится напротив. Как смирно и глугомысленно они сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Да разве они не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя за картами? А чем я виноватие их, если лежа у себя на диване, не заражая головы тройками валетами? Собирают, с кормят друг друга. Штольц идет в парилку. Ни доброты, ни радуши, ни взаимного влечения друг к другу. Что это за жизнь? Зачем она? Чему я здесь научусь? А ты, Илья, кого и чему научить можешь? Я? Да, ты, ты. Обломов идет в парилке. А я никого, ничему учить не собираюсь. Ой. И экзаменов никому не делаю, как этот желтый господин в очках. Недовольно отступает. Твой золотопромышленник пристал ко мне. Считал, Вярич, какого-то депутата и глаза на меня вытрачил, когда я сказал, что вообще не читаю газет. Потом привязался ко мне. Как я думаю, отчего он французский посланник выехал из Рима? Там Мехмед Али послал корабль в Константинополь. Тут отряд войска послали на восток. Так вот, этот желтый господин, как ты его изволил величать, кончил курс в двух университетах. Выйдя, Штольц надевает халат. И за то время, как у тебя под носом твой староста обломовку разорил, этот господин десять таких обломовок нажил. С трубкой садится за стол. И еще двадцать наживет. И все своим старанием, умом и усердием. В шестом часу утра он уже на ногах. Летом или зимой, всякий день делает гигиеническую гимнастику. Зажигает лучину от свечи, раскуривает трубку от лучины. Вина не пьет совсем. Говорит на шести языках. Все знает, всех знает. Жизнь его подчинена цели, труду. Ни одного лишнего поступка, шага лишнего слова. И вот здоров, богат. И в свои шестьдесят лет выглядят моложе тебя. А зачем, Андрей? Шестьдесят лет надо выглядеть на шестьдесят, а не на тридцать пять. Верно. Только тогда и в тридцать пять лет не нужно выглядеть. Пятидесяти лет, как ты. Ах, Андрей. Обломов набросил на плечи шубу. Ну, проживет твой золотопромышленник еще сто лет. Заработает еще сто обломок. А зачем? Все думают только о том, как питаться. Что вредно, что полезно. У какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем? Никто не хочет думать. Что есть твоя жизнь, для чего ты в ней нужен ли кому-нибудь? Ах, Илья. Валяться целыми днями на диване и судить всякого, кто делом занимается, несложно. Только, может быть, вместо того, чтобы других судить, лучше на себя обратиться. И, может, не свет, не общество виноваты, что тебе не годится, а сам ты виноват, что ему не нужен. Стыдно, Андрей. Что? Помилуй, Илья. Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прямо на слез. Лежишь, ворочаешься сбоку-набок, спрашиваешь себя. Отчего же ты я такой? В глазах Обломова блестят слезы. Не знаешь ответа. На подоконнике веточка калины в бутылке, сушеная бабочка в граненом стакане. На стене веники, полынь и ветвь рябины. Днажды я утром проснулся, у меня за окном дерево росло. Оно, наверное, уж лет пятьсот росло или больше. Может, татар видел, а мамая. Еще тысячу лет проживет, а то иди. А листья на нем каждый год меняются. И сколько их за эти годы распустилось, пожелтело, опало. Сколько еще распустится и опадет. Но ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах. Была и в тех прошедших. Кивнув, Обломов сводит брови, опускает голову. Так верны и мы, кто бы ни был. Разживем, значит, есть смысл какой-то. Я, как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я и объяснить не умею. Поднимает наполненные слезами глаза на Штольца. Лицо друга скрыто густым табачным дымом. Потом листал как-то учебник старый по ботанике. И вычитал, что деревья так долго не живут, разве что секвой. Лицо Обломова искривляет гримаса плача. Так стыдно сделать, что ничего не помню, чем мучился. По щеке скатывается крупная слеза. В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что Селевкт первый в 306 году до нашей эры победил какого-то Чендригупта. По заснеженной лощине бежит мальчик. Оборачивается к прыгающему рядом с ним псу. Задумчивыми серьезными глазами Штольц смотрит на друга. Ну, Илья. Ты счастливый человек. Другой пусть три университета кончит. Спешит за новыми знаниями. О тебе эти страдания неизвестны. Ты вон вздыхаешь, что не все еще смог забыть. Штольц приоткрывает рот, будто собирается что-то сказать. Опустив глаза, кивает. Подняв трубку, задумчиво потирает ее чашу. Взяв губами, делает небольшую затяжку. Склоняется к яркому прямоугольнику окна. Рассказ иллюстрируется карандашными рисунками. Штольц был немец только наполовину, по отцу. Мать его была русской, из обедневшего дворянского рода. Веру он исповедовал православную. Природная речь его была русская. С восьми лет маленький Андрей сидел с отцом за географической картой. Разбирал безграмотные счета крестьян, мещан и фабричных. И отец, как мастеровому, совершенно по-немецки, платил ему жалования по десяти рублей в месяц. И заставлял расписываться в книге. Мать Андрюши страдала. Ей не нравилось это трудовое, практическое воспитание. Но, будучи по природе своей человеком робким, тихим, с мужем она не спорила. Иван же Богданович Штольц не умел начертать своему сыну другой дороги, кроме той, которой прошел сам. Он помнил, что когда сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя. Стало быть, и своего сына нужно от себя отослать, как кончит курс. Таков обычай в Германии. Матери тогда уже не было на свете, и даже оплакать разлуку с отчим домом. Было некому. В день отъезда только кучка соседей собралась поодаль посмотреть, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Иван Богданович дал сыну сто пятьдесят рублей ассигнациями. Две сумки были привязаны у седла. В одной лежал кленчатый плащ и толстые подбитые гвоздями сапоги, вещи, взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак из тонкого сукна, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве. В память наставлений матери. Пасмурный зимний день. Молодой Штольц, проверив седло лошади, подходит к невысокому мужчине. До Москвы тебе доехать станет сорок рублей. Оттуда в Петербург, семьдесят пять. Останется довольна. Дальше как хочешь. Образован ты хорошо. У мужчины пронзительный взгляд. Перед тобой вся карьера открытая. Нос с горбинкой. Можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй. Я не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты. Хорошо. Ну а если не станет умения, Зайди к Рейнгольду. Он научит. Это мой друг. Мы с ним вместе из Саксонии пришли. У него четырехэтажный дом в Петербурге. Я тебе адрес скажу. Не надо. Не говори. Я пойду к нему, когда у меня будет четырехэтажный дом. А пока обойдусь без него. Мужчина довольно улыбается. Хлопает Штольца по плечу. Взяв за пальто, радостно трясет Штольца. Лицо того остается непроницаемым. Поодаль стоят старик, девочка и несколько женщин разного возраста. Старушка подносит к глазам платок. Ну? Ну? Все. Все. Развернувшись, Штольц быстро идет к лошади. Садится в седло. К нему подходит отец. Жмет руку. На кисти сына остается светлый след от крепкого мужского рукопожатия. Бросив долгий взгляд на отца, Штольц скачет прочь. Мужчина, державший лошадь, подбегает к женщину. Какой щенок, не слезинки. Вот оно как. Старый-то нехрест тоже хорош. Как котенка вышвырнул на улицу. Отец Штольца заложил руки в карманы. За его спиной большой деревянный дом в два этажа. Среди деревьев, рядом с домом, люди в крестьянских одеждах. Стой, стой! Андрей! Остановив лошадь, Штольц оборачивается. Ну? Подпруга слаба. Подтянуть надо. Додену до шамшовки, поправлю. Время тратить нечего. Надо засветло приехать. Кивнув, отец щурит покрасневшие глаза. Ну? С Богом! Развернувшись, Штольц скачет дальше. У стоящей около дома старушки глаза наполнились слезами. Она нерешительно подается вперед. Батюшка, ты мой! Андрюша! Постой, касатель! Дай, хоть мы с тобой попрощаемся по-людски! Охренеть, Иванович, подожди! Вернувшись, Штольц спрыгивает с лошади, падает в мягкий снег. Поднявшись, обнимает обступивших его дворовых людей. Руку это наш! Руку это наш! Руку это наш! Все троекратно его целуют. В их глазах и глазах Штольца слезы. Штольц смотрит в сторону отца. Развернувшись, тот широкими шагами идет к особняку. Вырвавшись из объятий, Штольц делает несколько шагов к дому. Войдя в особняк, отец закрывает дверь. Штольц часто моргает покрасневшими глазами. Изо рта вырывается пар. Подняв дрожащую руку вязаной варежки, вытирает слезы. Подходит к окликнувшей его старушке, обняв, целует ее. Бежит к лошади. Поддерживая Штольца под ногу, один крестьянин помогает ему забраться в седло. Порывисто устраиваясь в седле, Штольц чуть не падает с лошади. Взявшись за поводья, быстро скачет прочь. Из-под копыт, идущей галопом лошади, взметается устилающий землю снег. Солнечный день, обломав и Штольц в санях. И ты знаешь, я говорю с ней охотнее чаще, чем с другими. Ни жеманства, ни кокетства, ни умысла. О ком ты? А об Ольге. Ну, Ольга Ильинская, я тебе давеча рассказывал. А, да, да, да. Это ты сейчас сам увидишь, Илья. Ольга чудесное создание. И нечего, нечего улыбаться. Я любую себя совершенно бескорыстно, как ребенком, клянусь. Она рано осталась без родителей, живет теперь с теткой. И как поет, Илья, как поет. Я очень хочу, чтобы ты понравился и Ольге, и ее тетке. Пока я буду в Англии, я завещаю тебя в Инске, чтобы они присмотрели тут за тобой. Мешали тебе сидеть дома и спать после обеда. Да, 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 и нечего смеяться, нечего. А через месяц встретимся в Париже. Да, у тебя паспорт готов? Давно уже, я и фуражку купил. Ну, вот и приехали. Кучер останавливает лошадь перед длинным двухэтажным домом с серыми стенами. Поправив фраг перед зеркалом, Штольц порывисто входит в зал. Здравствуйте! Обломов медленно подходит к зеркалу, поправляет фраг. За его спиной проходит слуга. Походка услужлива, спина полусогнута. Обломов к нему оборачивается. Увидев это, слуга начинает смахивать пыль с гордин щеткой в виде закрепленных на палке перьев. Слуга выходит из зала, закрыв дверь, сгибается от смеха. Илья, ну, где же ты? Ну, иди познакомься, господа. Позвольте вам представить, мой друг Илья Ильич Обломов. Слуга выходит из зала, закрыв дверь, сгибается от смеха. Не могу. К двери подбегает горничная в белом переднике и чипце. Прикладывает ухо к замочной скважине. Ну что, Кать? Горничная убегает. Вытянувшись, слуга степенной походкой входит в зал. Вернувшись, горничная забирает с подоконника щетку с перьями. Снова убегает. Так. Выйдя из зала, Обломов идет к гардеробу. Чего себе. Из зала выходит Штольц. Обломов надел шубу. Илья, ты что? Погоди. Куда ты? Я уйду, Андрей. Ну что же это такое? Что я? Это же мучение. Что, я им на смех, что ли, всем дался? Где моя шапка? Да погоди. Где моя шапка? Ольга Сергеевна, ни на кого другого она так смотреть не смеет? Я посмирнее других, так она и... Где моя шапка? Илья. Где шапка моя? Я же не знал, куда одеваться. Понимаешь, я как-нибудь в землю провались. Да бог с тобой, Илья. Ну о чем ты подумаешь? Соусник разбил великолепен. А почему разбил? Потому что не знал, куда деться. Смотрят все, как на Эфиопу. Улыбаются? Тут уловкий человек, растеряется. А я как... Илья, Илья. Ну что ты... Обломов идет на Штольца. Кстати, Андрей, откуда они знают, что я третьего дня не заснул в опере? Смотри, если ты меня сюда привел для того, чтобы они смеялись надо мной, дурно, дурно я тебе говорю. Оставь, Илья, что ты шуток не понимаешь. Прошли шутки! У того на губах играет улыбка. Добро бы только этот барон или тетка. А то и Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна молодая барышня. А ты приней и про рубашку на изнатку. Из зала выходит барышня. Про то, что я разные чулки на ноги на ноги. Смотри. Незамеченная прислоняется спиной к двери. Смотри, Андрей. Полный я. Я рассержусь на тебя. Ну, пойдем. Я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть для тебя. Что ты наговариваешь меня в самом деле? Я вовсе не страстно люблю музыку. Каков, а? Я тебе рекомендую как порядочного человека, а ты спешишь разочаровать на свой счет. Ну, пойдем. Я не желаю ее слушать. А вдруг она дурно поет? Лгать я не умею. Комплименты я уговорить тоже не умею. Я опять буду в неловком положении. Когда ведь и соусником. Повернувшись к барышне, друзья замирают. Это зло. Нет, это не зло. Это просто маленькое мщение за то, что вы не хотите послушать, как я пою. Ведь вы не хотите послушать, как я пою. Нет, это он хочет. А вы? Скривив губы, Обломов наклоняет голову. Ну, ты грубиян, Илья. Вот что значит залежаться дома, и кроме халата... Андрей! Барышня быстро подходит к штольцу. Берет его под руку. Ну, ладно, Андрей Иванович, тогда я вам спою. Идут в зал. Господа, Ольга Сергеевна нам сейчас споёт. Обломов медленно идёт к гардеробу. Набрасывает на шею шарф. Взяв свою шапку, замирает. Опускается на стол. Всю следующую неделю они почти не расставались. Ольге было с ними, как ни с кем, легко и просто. Штольц она знала давно, называла его другом, любила за то, что он всегда смешил её и не давал скучать, но немного и боялась. Штольц любовался ею бескорыстно. Она была в глазах его только прелестный ребёнок. Как всё было хорошо, как свободно сошлись они все трое, как просто познакомились Ольга с Обломовым. Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя и не смешил её так, или смешил с собой, и так легко прощал на смешке. Потом ещё Штольц собирался ехать за границу и поручил Обломова ей. У них уже развился подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, как прикажет прочесть книги, которые оставит Штольц, писать деревню письма, приготовиться ехать за границу. Словом, Штольц не узнает его. Всё было очень хорошо. Втроём катаются на коньках по очищенному от снега речному льду. Сумерки. Вытянутые лощины перегорожены стоящими через равные интервалы столбиками. Невдалеке от дороги будка, в её окнах свет. По дороге едет пара саней. Не доехав десяток метров до столбиков, сани останавливаются. Из первых саней выходят Штольц, Ольга и Обломов. Пришло время нам прощаться. Илья, ты зачем? Я сейчас вернусь! Ольга Сергеевна, не оставьте Илью. Помните наш уговор. Возвратите его к жизни. Андрей Иванович, я уже всё придумала. Я заставлю его каждый день читать газеты. Потом он будет пересказывать мне все новости. Потом он напишет план переустройства имения. Он будет жить и действовать. Сколько славы доктору, который спасёт безнадежно больного. Правда? Этот больной не безнадежен, Ольга Сергеевна. Но лечение этой болезни, которую я называю Обломовщиной, требует от доктора терпения и доброты. Верю, что у вас их достаточно. К тому же завещаю Илью вам всего на месяц. Через месяц, не позже, я жду его в Париже. Штольц ведёт Ольгу под руку. Обломов возвращается с большим блюдом. Ой, Илья Ильич, кто это? Там ты такого не поешь. Это обломовский с грибами. Ой, какой пирог. Я нарушу его приготовить. Горячий. От кусков пирога идёт пар. Все едят, радостно улыбаясь. Прими пирог. Андрей Иванович, пора. Андрей Иванович, не успеете до станции засвету. Андрей Иванович. До свидания, Ольга Сергеевна. До свидания, Андрей Иванович. До свидания. У Штольца и Обломова серьёзные лица. Штольц бежит к саням, стоящим у столбиков. Счастливо, Захар! Встаёт во весь рост на облучке. Шапка снята. Машет друзьям рукой. Пошёл! Да, пошёл! Штольц уехал в Англию, взяв с Обломова слова приехать прямо в Париж. До отъезда Обломов должен был отправить план построек в Обломовку, сдать квартиру, читать книги и газеты по указанию Ольги Сергеевны. Без меня больше пирогов не ешьте! Илья! Я жду тебя в Париже! Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через полтора, ни через два. Сделав несколько шагов следом, Обломов и Ольга машут удаляющимся саням. Часть вторая. Обломов нанял дачу рядом с Ильинскими и живёт там. Встаёт он теперь в семь часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни усталости, ни сна, ни скуки. На нём появились даже краски. В глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по реке, по рощи. Они часто остаются наедине. Иногда общество им составляет Ольгина тётка, Марья Михайловна, с бароном фонд Ландвагеном, старинным другом своим. Злые языки намекали даже на большее между тёткой и бароном, на какую-то поездку за границу вместе, но внешне в их отношениях не проглядывает ни тени затаившейся особенно симпатии. Беседка на краю леса. На появление Обломова в их доме тётка смотрела, или, лучше сказать, никак не смотрела. Ему за 30 лет. Не станет же он говорить Ольге Пустяков или давать каких-нибудь книг. По-иному смотрел на это барон, но мнение своего вслух не высказывал. Месье Обломов, не получали ли вы письма от Андрея Ивановича? Получил. И что же он пишет? Свал в Париж, теперь зовёт в Рим. И что же вы? Как соберусь, поеду? Кажется, вас давно дожидается. Будете писать, непременно передайте от нас поклон. Илья Ильич! Да? Я жду вас. Простите, пожалуйста. Ольга в голубом платье сидит на стоящей поодоле от беседки в скамейке. Доброе утро. Что? Каковы ваши успехи? Всё, что обещал, я исполнил. Обломов сел рядом. Что не вспомнил сам, выписал из книжек. Для памяти. На нём коричневый сюртук, жилетка, белая рубашка. Эпоха Ренессанса. То есть период... Какой неслушный этот орешник здесь. Верно, Илья Ильич, как бы выиграл ландшафт, не будь куста на этом месте. Простите, я перебила вас. Продолжайте, мне интересно. Читает с листа. Различают три времени эпохи Ренессанса в Италии. Время тречента, время квадрочента, время чинтечента. Время тречента замечательно явлениями таких мастеров, как Джотто, Учелло. Далее все более явственно проступают черты разных школ. Миланской, Монтуанской. Ольга повернула голову чуть в сторону. Обломов замер, глядя на её нежную, длинную шею. У Ольги русые волосы, с колышущимися на ветру завитками. Правильные черты реца, прямой нос, небольшой рот с тонкими губами. Скромные, но в то же время мечтательные глаза. Подняв руку, длинными тонкими пальцами заводят непослушный завиток за ухо. Месье Обломов, месье Обломов, да? У вас листок упал. Благодарю вас. Вы меня перестали слушать, я поэтому и замолчал. Ольга зевает. Появляются новые имена. А я вот всё думаю про этот орешник. Я думаю, что если бы живописец писал пейзаж, то куста бы он в картину не взял. А по-моему, он очень на месте. Барон, дайте руку нам пора. Худая педантичного вида дама протянула руку сухопарому барону. Но я ведь не дочитал. А, вот без меня и дочитайте. Мы ждём вас к обеду. Благодарю. Смотрите на пейзаж и читайте о живописи. А к обеду мы вас непременно ждём. Как всегда. Слышите? Я жду вас здесь два часа. Матант, подождите меня, пожалуйста. Куда вы так торопитесь? Провожая Ольгу взглядом, Обломов прижал папку с листами к груди. Ой, ужасный куст. Всё портит. А я считаю, что он здесь очень на месте. Ну не спорьте, Барон. Деревья окружают поляну подковой. Образовавшийся просвет шириной примерно в 20 метров открывает живописный вид на долину и реку. За долиной тёмная линия густого леса. В центре просвета растёт пышный метр три в диаметре и четыре в высоту куст орешника. Обломов подходит к кусту. Раздражённо ломает его крайние тонкие ветки. Повисает на толстой в три пальца ветке. Тан отламывается. Обломов с азартом снимает сюртук. Забрасывает сюртук в сторону беседки. На лице блестят капли пота. Схватившись за ветки, дёргает их, будто борется с ними. Стой! Стой! Гляди, стой! К беседке выбегают два мальчика лет пяти и семи в просторных крестьянских рубахах. Неподвижно наблюдают за ископадой Обломова. Большая дача. Обломов непринуждённой походкой поднимается по ступеням. Сюртук заброшен на плечо, на голове соломенная шляпа. Взяв на ходу пачку писем, отбрасывает сюртук и шляпу. Пройдя в комнату, поочерёдно просматривает конверты. За Обломовым бежит чёрный щенок. Читая одно из писем, хватается за голову, опирается о стол. Подпрыгивает на месте. Швейцария! На стуле в углу Алексеев. Вы меня не видите? Ой! Алексеев! Батюшка, я вас и не приметил! Здравствуйте! Илья Ильич, я тут два часа уже вас дожитаюсь. Вы гуляли? Гулял. Выпускает из объятий. Ах, если бы знали, Алексеев, как я теперь занят. Андрей сердится, зовёт мившую царию брониться. Показывает письмо. Куда я теперь? Возможно ли... Убирает в карман. Мечтательно смотрит. Ах, Алексеев, как она прелестна. Даже Андрей этого не знает. Как глубока, естественно, какая в ней сила. Сколько в ней мягкости, понимания. Это вы про кого? И даже когда она сердится, даже когда говорит о чём-нибудь саркастическом, всё равно в ней блещет такая грация. Такой живой умный, просто с радостью подставляешь лоб. Пожалуйста! Это вы про барышню Ильинскую? Что? Это верно. А вы знаете Ольгу? Нет. Но вы так говорили. Обломов сел на диван. Господи! Это чудо! Да что там? Скочив, подбегает к Алексееву. Обнимает его. Алексеев! А почему бы вам не пожить у меня? Правда. Начи у вас нет. В городе жарко. Решено! Илья Ильич! Закон! Постойте. Илью тебе готовить комнату для Ивана Алексеевича. Постойте. Илья Ильич! Лучше я вас слушать буду, Илья Ильич! Из беседки открывается вид на долину и поломанный жалкий куст. Ольга назначила Обломову сойтись в беседке, чтобы идти гулять. Но отчего-то опаздывал. Обломов в беседке. Ему не терпелось показать ей давишний пейзаж, уже без куста, так ей мешавшим. Но ее все не было. Он ждал. Наполнявший его радость куда-то уходил. Входит в березовую рощу, садится на траву. Природа жила деятельной жизнью. Вокруг кипела невидимая мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое. Между тем в траве все двигалось, ползло, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны, так хлопотливо и суетливо. Сталкиваются, разбегаются, торотятся. Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку. Вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук. Может, зовет другую. Трава сильно пахнет, из нее раздается неумолкаемый треск. Обломов лег на бок. Какая тут возня, думал Обломов, слушаясь мелкий шум природы. Снаружи все так тихо, покойно. Голова в соломенной шляпе покоится на руке. Все заволакивается колышущейся дымкой видения. Илюша спит на диване, положив голову на колени маменьки. У нее темные волосы, приятное простое лицо. Она целует щечку и ушко Илюши. В комнате много людей в дворянской одежде и одежде слуг. Папенька прохаживается, заложив руки за спину. О! Какие летом дни длинные. Зимой об эту пору уж ночь совсем. Да. Нынче на святке в пять часов уже темно. Это на святке Марья Петровна вздумала с гор кататься? На святке, по-моему. Да, на святке. Это еще тогда Лука Савич себе лоб расшип. Ну-ка, 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 Лука Савич, расскажи, как это ты? Ну, ну, все же рассказывает. Все Алексей Наумч выдумал. Ничего такого не было. Ломин, ломин-то здесь. Вон швирамик-то. Что вы свеете? Это всё Васька-разбойник. Салатки старые подсунули. Они развалились, я и того. Склоняясь, Лука Савич бьётся головой о стол. Севший на время рассказа папенька поднимается. Троекратно целует невысокого седобородого Лука Савича. С игральными картами в руках тот возвращается за стол. Напротив него старушка в чепчике что-то шьёт. На столе графин с тёмной янтарной жидкостью. Папенька продолжает мерить шагами комнату по диагонали. Сидящие в комнате люди в большинстве своём дремлют, либо сонно поводят глазами. Ну, пойдём, мой хороший. Я тебя уложу. Маменька берёт Илюшу на руки. Несёт по тёмной анфиладе комнат. Я тебя уложу в постельку, мой хороший. Давайте, барния. Не надо. Барния, дайте я. Я сама уложу. Мой сладкий, мой мальчик, мой дорогой. Моя радость. Пойдём, я тебя уложу. Укладывает Илюшу в кроватку. Присев рядом, опускает свою голову к нему на подушку. Вот так, вот мой хороший. Вот я тебя сейчас укрою. Вот так, вот давай сюда ручку. Вот так. Нос маменьки прикасается к носу Илюши. Ты не уходи, я не уйду. Я с тобой. Снимай, что будет, будет. Я не сплю. Подняв руку, маменька нежно поглаживает густые локоны сына, его щёку и шею. Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него у сонного медленно выплыли из-под ресниц две тёплые слезы и стали неподвижно. Илья Ильич! Илья Ильич! Обломов спит на спине. Илья Ильич, да проснитесь же вы! Неужели вы не можете не спать ни пяти минут? Ой, Ольга, простите, я... Встав, Обломов сонно покачивается. Ольга быстро спускается в лощину. Я, кажется, и не спал вовсе. Точно видел всё совсем рядом. Обломов хотел рассказать Ольге виденное, но не смог. Он неожиданно зевнул. Обломов идёт следом. Вот мой доктор, он, чтобы не болел, велит ехать куда-нибудь. А я не могу. Я Давича и Андрею говорил. Знаете, я иногда чувствую, будто я какая-то маленькая часть большого целого, ну, как лист на ветке. Так покойно бывает счастливо. Я объяснить того не умею, но будто слышу, иногда как соки бегут по стволу, как иногда дерево всё зашумит, ветвями закачается. Я вместе с ним. И не страшно. Чувствуешь корни глубокие, сильные. Остановившись, Ольга поворачивается к Обломову. Оторвёшься, подхватит ветер, где упадёшь, чем станешь. Подняв мечтательно опущенные глаза, тот меняется в лице, хмурясь, смотрит в лицо Ольги. Вы что? Глаза Ольги неестественные, зло расширенные. Вы иногда смотрите на меня? Лицо заплакано. Как моя няня Кузьминишна? Бежит прочь. Ольга! Ольга Сергеевна! А если я вдруг умру? Какая ему мысль? Замерев оборачивается. А как я простужусь? Вы приходите сюда, а мне нет? К нам приходите тоже? Катя выходит вся в слезах. Шепчет больна, умирает. Доктор качает головой. Что? Что с вами тогда будет? С ума зайду? Или застрелюсь? А вы выздоровеете? Осекшись, Ольга опускает взгляд. Боже, какие мы дети! Какие мы дети! Убегает. Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Ольга Сергеевна! Бежит вверх по склону. Ольга! Ольга! Я давно хотел сказать вам, что... Что? Нет, ничего. Ну что? Нет, у вас есть что-то на уме. Нет. Это вздор. Ну? Говорите. Да нет, не нужно. Нужно. Я прошу вас. Ну? Ну что? Разлюбил, может быть? Ну что ты говоришь? Ну что, говори. Ты любишь Андрея? Да, конечно, он мой друг. Ну что, ты мне это хотел сказать? Ольга! Ну? Ну? Говори! Ты молода! Прикасается. Ты не знаешь опасностей. Пусть. К волосам Обломова. Ну? Ольга, это страшный путь. Пусть. Пальцы дрожат. Ну? Нам нельзя обидеться наедине. Рука Ольги замирает. Ну? Бессильно падает на плечо Обломова. Уходите. Уходите, уходите, уходите. Уходите. Глаза опущены, губы приоткрыты. Обломов уходит. Ольга вздрагивает, будто выходит из забытия. Илья Ильич! Глаза широко открыты, на щеках слезы. Я не пойду по этому пути. Потому что на этом пути всегда расстаются. А я не хочу расстаться с вами. Ах, я люблю вас. Обломов у нескольких десятков метров от Ольги. Виновата, оборачиваясь, своей неуклюжей походкой идет по лугу. Все больше удаляясь, переходит на бег. Освещающий Ольгу со спиной свет, ее белое платье среди темных деревьев рисует поэтический образ оторванной от бренного мира барышни. Обломов идет по лугу, держа сюртук за воротник. Канатье обеспеченно сдвинута на затылок. Непонимающий приоткрыв рот, надевает сюртук. Подходит к бричке, стоящей у незнакомого особняка. А, Илья Ильич, вы, наверное, проститься пришли. Очень с вашей стороны любезно. А вы уезжаете? Представьте, да. Желаю вам приятно провести время, а также желаю успеха и на научном полприще. Знаете, мне очень приятно было, что... Оставьте, пожалуйста. Как говорят, благодарю за гостеприимство. Не поминайте лихом. Мы были очень вам рады. Да, простите, что так неудобно все получилось. Поверьте, мне искренне жаль. Я верю, что вам действительно искренне жаль. Барон широко улыбается. Сквозь улыбку проступают слезы. Смотря на него с некоторой опаской, худая дама отходит в сторону. На лице Обломова наивная улыбка. А вы почему... что? Барон поворачивает к нему широко открытые колючие глаза. Обломов испуганно пятится. Проведя платком по крупу лошади, Барон идет к бричке. Садится в нее. Худая дама стоит рядом, прижимая платок к лицу. Теперь долго не увидимся. Да, да, долго не увидимся. Ну, с Бога. Робко машет. Встав позади брички, Обломов неглубоко кланяется. А где Ольга? Ольга в парке. Впрочем, я не знаю. Она вам ничего не сказала? Что сказала? Ну как же. Нет, она ничего не сказала. Барон сделал Ольге предложение. Она ему решительно отказала. И поэтому он уехал. Я думала, она пошла к вам и все сказала. Катя! Дама покачивается. Катя! Катя! Бегу, Бароня, бегу! Обломов развел руки. Приоткрыл рот. Он ей предложение? Как так? Огон Ольге! Останьте! Бежит за бричкой. Останавливайтесь! 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 Стойте! Стойте! Я велю вам! Остановися! Тяжело дыша. Останавливается посреди луга. И что же, ствол? Какое! Илья Ильич мог! Он старик! Что с вами? Илья Ильич! Ну ладно! Вбегает в свою дачу. Да как он посмел! Как он смел в мыслях видеть ее своей! Ольга! Ольга! Что? Что стряслось? Барон! Барон этот! Старый волокит! Этот пришивый селадон! С масляными глазками! Сделал Ольге предложение! О господи! И что же она? Сказал, разумеется, как он смел оскорбить ее мыслью, что он будет под венцом стоять с ней, держать в своей старческой ладошке ее пальцы. Боже! Значит, она представляла ее мыслью со своей смелой! И я ее... Все прочь! Захар с подносом пятится. Вы же знаете, Алексеев, я вам говорил, вокруг нее кипит жизнь, сама она молодая, радостная, и все вокруг нее должно быть молодым и прекрасным! Неловко наклоняет поднос. Так. Пошел вон! Сейчас. Зацепившись за косяк, роняет поднос. Все. Что ж так волноваться, Илья Ильич? Не надо так волноваться! Не надо так волноваться! Ведь барона она отказала, да и бог с ним! А потом вы ведь, давеча, сами сказали, что она вас любит. Зачем же так расстроились? Господи, а ведь она меня любит. Любит Алексеев. Сама сказала, что любит. Ну вот! И слава богу! Алексеев нежно целует в щеку мечтательно застывшего обломова. Обломов в ночной рубашке при свете свечей. Сидя на стуле, задумчиво глядит на свое отражение в зеркале. Поднимается. Порывисто ходит по комнате. В красном углу освещенная лампада икона. На мгновение опускается на стул. Берет со стола канделябр. Выходит из комнаты. Алексеев спит, по-детски сложив ладони под щеку. Вставайте, Алексеев, вставайте, вставайте. Я все понял, Алексеев. Что случилось, Илья Ильич? Я давеча вам говорил, что она меня любит. Но я ошибался. И она ошибалась. Ольга меня не любит. Не любит. Не должна любить. Это ошибка. Просто ошибка. Поставьте. Что вы говорите, Илья Ильич? Это же горе какое, если правда. Правда, Алексеев. Горькое. Ну, правда. Обломов поставил зеркало на пол. Чем я лучше этого барона? Что молчите? Я его не видел никогда. Правильно. Таких, как я, не любят. Не должны любить. И потом, если бы я мог поразить ее силой ума. Или красотой лица. А такие что такое? Обломов. Больше ничего. Штольц. Сев на стул, Обломов высокопарно складывает руки на груди. Штольц. Это дело другое. Это ум, сила, обаяние. Умение влиять на судьбы других. Как все просто. Она его любит, она мне сама сказала. Правда, сказала, что любит как друга. Но мы-то с вами знаем, что это ложь. Бессознательная ложь. Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Понятно? Движения Обломова неврастенически резкие. Но все равно. Если не Андрей, то не Обломов, а такой, как Андрей. Берет со стола кожаную перчатку. Она просто готова была к восприятию любви. Я попался случайной ошибкой. А придет другой настоящий. И она отрезвится от этой ошибки. Боже мой, что я делаю, что я делаю, что я делаю. Если я все это понимаю и принимаю чужое, значит, я вор. Все. Надевает ее. Все. Все. Будить Захара, будить Захара и уезжать отсюда, пока я не скатился в эту бездну и ее с собой не увлек. Так. А как же она? Кто она? Ольга Сергеевна, когда вы уедете? Лицо Алексеева, будучи обычно подобострастно наивным, сейчас стало неестественно серьезным. Садится ближе к Обломову. Утром встанет. Так. Пошлет к вам. Так. Ей скажет, уехал. Ну. Что же ей думать? Обломов раскуривает сигару. Да, вы правы. Объяснится необходимо. Проходит в соседнюю комнату. Садится за письменный стол. Илья Олегович. Я напишу ей письмо. Вам не страшно, Илья Олегович? Нет. Я посижу здесь тихо. Нет, нет. Вступайте. Вступайте с Богом. Спасибо вам. Пожалуйста. Я один должен. Хорошо. Прижимая подушку к груди, Алексеев семенит к дверям. Водя пером, Обломов периодически останавливается. Задумчиво смотрит вдаль. Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить это письмо. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя. Смахивает слезу. Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны. И это мне мешало очнуться ранее. Я только сегодня, в эту ночь, понял, куда я падаю и решил остановиться. Я говорил вам, что люблю вас, вы отвечали мне тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня. Вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Люблю, сказали вы вчера. Нет, твердо отвечаю я. Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь. А будущее это только бессознательная потребность любить. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам, вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь. Вам будет досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль. Вот что следовало бы мне сказать вам, если бы от природы я был прозорливее умом и пободрее душой, если бы, наконец, я был искренним. Я говорю это, прощаясь, как прощается с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как и она, с той ветки, на которую сели невзначально. Ольга идет по аллее, читая письмо. По лицу катятся слезы. Испуганно вздрогнув, поворачивает голову. Среди кустов стоит Обломов. Ольга! Уйдите! Зачем вы здесь? Вы правы. Все может случиться. Появится человек, которого я смогу полюбить. Но это будете не вы. Нет. Как? Нет. Скомков бросает письмо. Нет. Как? Уходит. Обломов поднял письмо. Я потому и писал, что мне дорого ваше счастье. Вам досадно стало за мое тихое счастье, и вы поспешили возмутить его. Но я жертвую собой ради вашего счастья. Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я делал все это? Зачем? Да зачем же вы спрятались теперь за кусты? Чтобы посмотреть, буду ли я плакать? И как я буду плакать? Да если бы вы хотели того, чем пишете в вашем письме, вы бы давно уехали, не повидавшись со мной. И не мучая меня. Ольга убегает. Обломов застыл с письмом в руках. Какая мысль. Обломова поразила это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда. Ольга идет, не оборачиваясь. Нет, вы не меня жалели, вы себя жалели, гордыню свою, самолюбие. Вчера вам нужно было мое люблю, сегодня мои слезы. Завтра вы заходите увидеть, как я умираю. Ваша любовь постоянно требует жертвы на меня. Ей нужна пища, стоит ее не покормить, она начинает таять и умирать. Вы злой. Оборачивается, аллея пуста. Илья Ильич! Испуганно бежит к месту встречи. Илья Ильич! Илья Ильич! Тяжелое фиолетовое небо озаряется синими вспышками молний. Покачиваясь, Обломов сидит в беседке. Илья Ильич! Вы что тут? Ольга, я не могу не сказать. То, что ты сказала, все это правда, мне не знало этого. Я писал это письмо и наслаждался. Да, ужасно, наслаждался. Голова моей сердца были наполнены, и я жил. Мне казалось, что я страдаю, а на самом деле я наслаждался. Да-да, наслаждался, наслаждался. новостью своего положения, горем своим сигарой. Боже мой, Ольга, прости меня ради Бога. Я хотел этой разлуки, мне казалось это, но я не вынесу ее. Войдя в беседку, Ольга садится рядом. Мне страшно. Друзья, не бойся, я с тобой. Мне и тебе страшно, сердце замирает. Видишь? Ольга смотрит на Рущу. Видишь, Мир, в темноте кто-то. Ты что? Здесь никого нет. Закрой мне глаза скорее чем-нибудь. Вот так. Ольга. Крепче. Вот. Вот так. Это нервы. Как у тебя пальцы дрожат. Ольга, у тебя жар. Идем домой. Ольга берет руку Обломова, целует ее. Хорошо. Ольга. Пожалей меня. Ольга. Прижимает его пальцы к своим губам. У меня колени дрожат. Я сделаю с больным. Страстно прижимает руку Обломова к своему лицу. Замерев, отстраняется. Рука Обломова неподвижна и безучастно замерла перед ее лицом. Он убирает руку. Глаза Ольги закрыты. Уголок рта подрагивает, выгибая уста косой полуулыбкой. Обломов поглаживает Ольгу по голове левой рукой. Взяв его правую руку, она осыпает ее легкими нежными поцелуями. Улыбаясь, сквозь слезы облегчения смотрит в лицо Обломова. Тот продолжает поглаживать ее голову. Ольга подается к Обломову. Ее губы в 10 сантиметрах от его губ. На лице Обломова непроницаемая маска простоватого удивления. Ольга нежно целует его лицо. Он неловко тянет к ней губы. Подняв подбородок, Ольга целует кончик его носа. Снисходительно улыбнувшись, поднимается. Уходит в сторону долины. Ольга забегает в особняк. В комнате на первом этаже загорается свет. Обломов входит в темную аллею перед особняком. Смотрит на окна. Свет в окнах на первом этаже гаснет. Загорается на втором. Гаснет. Особняк погружается во тьму. Потирая грудь, Обломов отворачивается от особняка. Бросив короткий взгляд на окна, медленно идет прочь. На лавочке около беседки перед особняком лежит газета «Русский курьер». Подняв ладони, Обломов с интересом смотрит на падающие капли дождя. Потирая руки, входит в небольшую квадратную беседку. На столе остатки чаепития. Фарфоровые чашки, чайник, недоеденные пирожные на блюдцах. Взяв одну из чашек, Обломов садится на скамейку. Держит чашку, прижав двумя руками к груди. Взгляд направлен на особняк. Держит чашку под каплями дождя. Глуповато улыбаясь, выпивает содержимое чашки. Илья Ильич! Алексеев под зонтиком, в руке плед. Что с вами, Илья Ильич? Зачем вы не думали? Мы с Захаром весь парк отбегли. Разот какая я. Плед принес. Укройтесь. Укройтесь. Надевает на Обломова ночной колпак. Я зонт нарочно большой взял. Спасибо. Выступайте сейчас, а мне здесь нужно. Господи, как же. На лице Обломова наивная улыбка. Глаза опущены. Поднимает чашку. А я чашку украл. Может, я с вами посижу? Нет. Ступайте. Ступайте. Алексеев! Если я женюсь и насовсем уеду в Обломовку, поезжай с нами. Можно я с вами посижу? Нет. Ступайте. 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 Нерешительно переминаясь, Алексеев поворачивается. Быстро удаляется. Перед Обломовым встает видение. Проснулся, мальчик мой. Он стоит посреди детской в ночной рубашке до пят. Входит маменька в длинном светлом платье. На лице ласковая улыбка. Не мутны ли глазки наши? Нет. Не болит ли чего? Опустившись на колени, прикладывает чоку к лицу сына. Смотрит на него с восхищением. Отвечая на вопросы маменьки, Илюша искренне кивает или отрицательно качает головой. Поцеловав сына, маменька его обнимает. Тот со счастливой улыбкой утыкается лицом в ее шею. Отодвинувшись назад, маменька с восхищением смотрит на Илюшу, прижимается лицом к его щеке. Поднявшись, ведет сына за руку. Встают на колени в темном красном углу с яркой точкой горящей лампады. Давай помолимся. Повторяй за мной, Илюшечка. Владыка Божий, очи вседержителю, помилуй меня, Боже, повели цивилости Твоей и помножеству щедрот Твоих. Огради мне, Господи, силу и четнабежу творящего Твоего, Христа и Сокременная, взявы на славу, и слава, и слава, и слава, и слава, и слава. Илюша оборачивается. На качающемся вверх и вниз крыльце стоит мальчик в длинной рубахе. На спины маменьки и Илюши падает пятно яркого солнечного света. Маменька благоговейно смотрит на иконы. Перестав смотреть на мальчика, Илюша поворачивает голову к образам. Белая кора берез окрашена розовыми красками восходящего солнца. В беседке сидя спит обломов. Он завернулся в плед. На голове ночной колпак в виде несуразной вязаной шапки. Клюнув носом, широко открывает глаза, смотрит на особняк. Стоящего доления особняк в легкой дымке тумана. Перед особняком с ядром в руке пробегает полная женщина в длинном крестьянском сарафане. Неся небольшой поднос, быстро проходит мужчина в безрукавке поверх крестьянской рубахи. Из особняка выбегает молодая стройная девушка в длинном светлом платье и с пустой корзиной в руке. Девушка бежит мимо беседки. В плетеной корзине несколько белых, красных и розовых роз. Илья Ильич, вы что тут? Катя, скажи, а барышня спит? Так ведь шестого половина. А, хорошо. Катя, денежку хочешь? Господи, Илья Ильич. Возьми, возьми. Обломов протягивает монету. Катя испуганно отстраняется. Оглядываясь на Обломова, быстро бежит к особняку. Обломов провожает ее взглядом с лукавой улыбкой. Кутается в плед. Барышня, барышня. Створки одного из окон второго этажа распахиваются. За ними Ольга в ночной рубашке. Что вы тут делаете, сумасшедший? С добрым утром. Вы что, всю ночь просидели под дождем? Боже мой. Ольга, а вы спали? А вам жаль, что я спала, злой человек. Нет, нет. Просто мне казалось, что я всю ночь разговаривал с тобой. Милый мой. Ночью была гроза. В саду было сыро, неуютно. Целые ручьи текли по дорожкам. Я сидел в беседке, не мог выйти. А сейчас солнце все высушило. Обломов подходит ближе к особняку. Но вода осталась. Немного. Сумасшедший, откуда у тебя моя чашка? Это теткин подарок. Раз, два, три, четыре, Ольга, пять, шесть. Как еще только шесть часов? Немедленно идите спать. По комнатам дачи Обломова медленно идет Захар. Барин в одной из комнат, не сняв свой ночной наряд, сидит на краю стула. В руках чашка, голова склонена. Войдя в комнату, Захар с непониманием оглядывается. Вы что, жалеешь? Всю ночь, всю ночь не ложись. Сейчас лягу. О, хорошо ли. Настоящий барин. Умница, красавец. А точно разбойник. По ночам где-то скрывается. Дома не спит. Под дождем мокрый. О, Захар, оставь. Разбуди меня в два часа. Захар снял с Обломова плед, штаны и сапоги. Кто от Ильинских придет, скажи, что барин будет ждать барышну ровно три часа в парке. Смотри, не перепутай. Захар берет чашку. Снимает с Обломова ночной колпак. Не перепутай, смотри. Захар выходит. Волосы Обломова растрепаны. Подавшись вперед, он с интересом смотрится в зеркало, стоящее в соседней комнате. Осматривает свое, выглядящее не молодым, а дутловатое лицо с безвольным скошенным подбородком. Портьеры закрыты. Обломов спит на диване. Захар. Захар. Захар вносит костюмы и сапоги. Проснулась. Который час? Пять. Ах ты, Баламан, ну что ж ты меня не разбудил? Я ж тебе приказывал. Попробуйте к вас добудиться. Ночью ходит не весь где, а потом спит, как каменщик, да еще ругается. Звия-губитель! Меня ж барышню в три часа в парке ждала. Не ждала. А вот так, горничная приходила. Сказала, что гости приехали. Не может барышня в три. Так одеваться, что ли? Какие гости? А я почему знаю. Больше ничего. Еще чашку просили вернуть, что вы принесли. Говорят, подарок. Я проверил, не наше. Отдал. Так одеваться, что ли? Ладно, поди вон. Спать будете. И то. Нечего там делать. Сырости-то. Где там? Барышня с гостями чай пьют. Велели приходить к четырем в это, как его, в досад, что ли? В парк, что ли? Да-да, в парк, парк. Что ж ты молчал, губитель? Вы не спрашивали об этом. Ну, теперь шестой чёрт. Одеваться! На поляне молодые люди и барышни. Ты можешь все-таки обнимать. Прекрасно играет в утреннюю зарию. Так прекрасно. Вон, 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 вон. Уговариваемый молодой человек трубой прикладывает губам кулак. В беседке на столе печенье, булочки, чайник и чайные чашки, орехи, сахарницы. Оставаясь незамеченным, Обломов стоит среди деревьев. Мило улыбаясь, Ольга беседует с молодым человеком. Двое молодых людей, приняв вычурные стойки английского бокса, делают несколько поочерёдных выпадов и отступов. Третий молодой человек делает характерные для рефери взмахи руками. Ольга одаривает всех радушной, гостеприимной улыбкой. Иногда поглядывает в сторону Обломова. Бросив грустный взгляд на молодёжь, Обломов быстро удаляется. Захар вносит в комнату Обломова пятнистого котёнка. Барин! Вот, Барин, посмотрите. Котёнка от соседей принесли. Вы, дай ещё, спрашивай. Сажает Обломову на колени. Захар. Чего, извольте. Целует Барина в макушку. Я, может, в город перееду. Куда в город? Квартиры нет. Ну, на выборгскую сторону. Ну, что же это будет? С одной дачи на другую станем переезжать. Чего вы там не видали? Волков, что ли? Здесь неудобно. Куда нам ещё переезжать? Господи. И тут, вон, ума или совсем. Захар выплёскивает воду. Вы лучше скажите. И выбрасывает за окно букет. Куда чемоданы ваши новые девать, которые Андрей Иванович зимой приказал купить? Продать, что ли? Ты что, с ума сошёл? Захар сдувает пыль с чемодана. Я на днях за границей поеду. За границей. А что, поеду и всё? Что ж тебе так странно? Поеду и конец. Облома степенно прохаживается по комнатам. Садится около открытого окна. У меня и паспорт готов. Ну, зимой готов. Опирается головой о руку. Едва заметно покачивается взад и вперёд. Взгляд обращён вниз. На следующий день два раза приходила Катя. Передавала приглашение барышни на обед, который устраивался в честь гостей. А потом, как стемнеет, звали на большой фейерверк. Его должны были делать Пьер с Мишелем. Но Обломов не пошёл. Сказав через Захара, что простудился немного, должен был напиться горячей травы и посидеть дома. Стемнело. Не сменив позы, Обломов сидит около окна. Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич. Всё переговорили, Илья Ильич. Нечего рассказывать. Ну, как же нечего. Вы вот в город ездили, в людях были. Нет ли чего новенького. Я думаю, читаете. Да, читаю иногда. Другие читают, разговаривают. А я слушаю. Вот нынче Алексей Спиридонович, сын студент, читал вслух. Ну и что же он читал? Про англичан. Что они ружья, де порху разного куда-то завезли. Алексей Спиридонович сказал, что война будет. Куда же-то они завезли. В Испании, в Индии, не помню. Только посланник был очень недоволен. Лица освещаются вспышками фейерверка. Какой посланник? Обломов и Алексеев не обращают на него внимания. Вот что-то забыл. Ну, что еще нового в политике? Да и пишут, что земной шар все охлаждается. Скоро замерзнет весь. Да, разве же это политика? Дмитрий Алексеевич сначала про политику упомянули. Потом все подряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что это уж литература пошла. Я вас горничная от Ильинских спрашиваю. Я же просил тебя отвечать, что я болен. Я и то говорю, а она все равно просит. Мол, важное дело какое-то. Я ей говорю, у нашего барина важных дел не бывает. Ступай. Скажи, что я сейчас выйду. Захар прижимает к ушам варежки. О, Захар. Обломов выходит на крыльцо. Здрасте, Илья Ильич. Катя, что ты? Барышня здесь, велела спросить. Ольга Сергеевна здесь? Правда, Катя? Да. За Катя! Скорее! Подавшись было к даче, Обломов идет за Катей. У Ольги взволнованное лицо. Глаза широко открыты. Илья Ильич, меня для вас извести. Ольга, ради бога, как вы здесь? Вас здесь могут увидеть. Я нарушно сбежала от гостей, чтобы сообщить вам одну вещь. Завтра ваш друг приезжает. Андрей! Да, сегодня письмо от него получили. Да. Горло ваше как? Нет. Так вы совсем не были больны. Обманщик. Нет, мне же лучше. Горло прошло. Илья? Нет. Ольга. До завтра. До завтра. Ольга, погодите. Ольга! До завтра! Сбегая по склону, Ольга берет Катю за руку. На даче. Обломов обнимает Штольца. Ах, Андрей. Как я рад, что ты здесь. Ну, отчего же ты не приезжал? При палке его груди. Я ждал тебя. И на письма не отвечал. Чем ты здесь занят был, а? Ну, ступай, собирайся. Поехали кататься в коляске. Обкинув полок лечатого сюртука, Штольц садится на подлокотник дивана. Только поживей! Ольги ждет. Как? Ольга Сергеевна здесь? Я сейчас. Захар! Захар! А-а-а, здравствуй, Захар. С приезда, Мастерева. Ступай живо, одеваться барину. Мастерева. Постой. На вот тебе. Здесь шейные платки не понравятся, так куме отдашь. И порошок от клопов французский. Ступай. Захар! Да иду, бегу. Слушай, Илья, а что же ты не писал мне? Я был и решил, что ты отправился в деревню, потому я и приехал прежде к Ильинским. А мне говорят, Обломов на даче болеет. А-а-а, и вы тут. С приездом, Андрей Иванович. Простите, не заметен. Здравствуйте. Здрасте, Алексей. Иван Алексеевич. Виноват, Иван Алексеевич. А вот вам. Это брелок из Англии. Спасибо, Андрей Иванович. У вас часы есть? Нет, часов у меня нет. Я теперь нарочно куплю. Красиво. Тонкая работа. Заложив руки за спину, Штольц переваливается с мысков на пятки. Андрей? Я готов. Прекрасно. Да, Илья. Андрей Иванович, Андрей Иванович, наверное, и у вас остановится. Так я говорю, что Андрей Иванович у вас остановится, так я в город перееду. О, это тебе, из Мексики, чистая кожа. Спасибо. Иван Алексеевич, после, после поговорим. А хорошо? Андрей, идем. Подержите, пожалуйста. Мерси. Около открытого экипажа. Ольга в соломенной шляпке. А-а-а, здравствуйте, здравствуйте, обманщик. Обломов целует руку Ольги. Андрей Иванович, а он опять лежал? Несносный человек. Стоило мне два дня с гостями заняться, как он опять лежит, да еще больным сказался. Ольга держит руку Обломова. Ну что же вы не приходили? Я скучала. Тот целует ее руку. Простите меня, Ольга Сергеевна. А я смотрю, как вы похорошели, Ольга Сергеевна, на даче. К вашему лицу, должно быть, очень пойдут синие ленты. Штольц странно усмехается. В другой раз непременно вам привезу. Верно, Илья? Как расцвела Ольга Сергеевна. Не спрашивайте Обломова, не ждите от него для меня комплимента. Помните первые встречи? Вы тогда еле уговорили его послушать мои спирения. О, несправедливо. Вы несправедливо ко мне. Сначала я верно отказывался, пока не услыхал, как вы поете. Ольга Сергеевна, благодарите еще, что он не заснул под вашу каста диву. Штольц на козлах. Господи, неужели всего четыре месяца прошло? Обломов кожаной широкополой шляпе. Покачиваясь в экипаже, задумчиво опустил взгляд. Да-да, всего четыре месяца прошло. А кажется, как далеко все. Оборачиваясь, Штольц улыбается Ольге. Уворачивается от низких веток. Правит, выпрямив спину и высоко подняв подбородок. Андрей Иванович! Да? А можно я к вам сяду и править буду? А? Извольте. Вы не боитесь? Это не страшнее, чем сидеть ночью в чужом саду. Или в гостях раскладить соустик. Ольга перебирается на козла, не ступая на землю. Господи, вы это помните? Но! Но! А быстрее можно? Но! Пошел! Но! Пошел! Экипаж проезжает около затянутого ряской пруда. Ольга Сергеевна, спойте! Да, Ольга Сергеевна, спойте! Хорошо, только давайте петь все вместе. Три, четыре. Ха-а-а! Нет, нет, ну зачем так громко, Андрей Иванович? Ольга дирижирует пальцем. Ольга дирижирует пальцем. Поднимая пыль, запряженный двумя лошадьми экипаж едет по грунтовой дороге через поле. Подъезжает к особняку. А ну вот и приехали. Никитка, прими. Опа! Ольга Сергеевна? Ольга Сергеевна, осторожней. Спрыгивая, Ольга опирается на руки друзей. Ой, как хорошо. Ой, Андрей Иванович, а можно я покажу? Ну, то, что вы привезли. Ну, конечно. Ольга бежит, придерживая юбку. Захар, Митька, скорей! Ох, ты боже мой, как изменилась эта девочка. Как выросла, развелась. Андрей. Что? Ты знаешь, я... Знаю. Что? Все. Все? Да. Что все? Ну, и про занятия, и про гуляние, и про куст, и про письмо. И про чашку, и про... Боже мой. Как же? Илья Ильич, смотрите, что Андрей Иванович из-за границы привез. Выкатывают большой трехколесный велосипед. Иди сюда, Илья! Вот он! Катя! Маша! Опа! Поехали! Идите скорее, смотрите, как Андрей Иванович касается. Вот он! Скоро весь мир будет путешествовать на таких машинах. Ни овса, ни подков, ни кучера. Ничего не нужно. Андрей Иванович, можно я тебе пить, а? Теперь ты, Илья, попробуй. Илья Ильич, ну же! Не бойся. Нет, нет, Илья, ты, я вижу, опять спишь. Я от тебя не отстану. Это же так просто. Ну, пойдем, пойдем. Обломов стоит остолбенев. Что ты, Илья? Я не поеду. Илья. Ну, что ты, и бог какой. Ты испугался чего-то. Ну, это же так просто. Ну, я прошу тебя. Я не поеду. Штольц берет его под локоть. Ну, это же глупо, в конце концов. Тебя все просят. И я прошу для меня, Илья. Я не поеду. Я помогу тебе. Штольц дергает Обломова за локоть. Это так весело и приятно. Я не поеду. Серьезное лицо Штольца покраснело. Эх, Илья. Бросив долгий, испытывающий взгляд на Обломова, идет к велосипеду. А, бог с ним, Ольга Сергеевна. Мы и сами прокатимся. Илья, Ильич, смотрите. Даже я не боюсь. Так, поехали. Крутите, 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 Ольга Сергеевна. Ольга, 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 Ольга. Ольга быстро едет на велосипеде. Штольц придерживает ее за талию. За ними бегут служанки и дворовые ребята. Обломов провожает их полными слез глазами. Лицо исказилось. Он сильно вздрагивает. Андрей! Загоняй! Илья, Ильич, догоняйте! В лице Обломова исчезает напряжение. Он облегченно выдыхает. Андрей! Ольга Сергеевна! Медленно ступает. Ускоряясь, переходит на бег. Андрей! Андрей! Бегите! Подождите! Бежит, придерживая шляпу. Андрей! Ольга Сергеевна! Подождите меня! Придерживая шляпу. Придерживая шляпу. Штольцем, Ольга въезжает в аллею, где она читала письмо Обломова. Нагнав велосипед, Обломов поддерживает Ольгу за локоть. На другой день Илья Ильич переехал на Выборгскую сторону. Ольга писала ему, один раз даже приходила. Но они виделись все реже и реже. Потом отношения их прекратились совсем. На другой год Ольга вышла замуж за Штольц. Обломов безвыездно жил теперь на Выборгской стороне, в доме вдовы Агафьи Матвеевны Пшеницына. Занимался с ее детьми, обедал, спал и все мечтал о поездке в деревню. Штольц несколько раз бывал у него, уговаривал начать новую жизнь, ехать за границу в Обломовку, но потом он отступал. Вскоре Агафья Матвеевна стала женой Ильи Ильича. У них родился мальчик, названный в честь Штольца Андреем. Илья Ильич не делал различий между своим сыном и детьми Агафьей Матвеевны от первого брака. Вглядываясь, вдумываясь в свой быт, Обломов наконец решил, что идеал его жизни осуществился. Хотя без поэзии, без тех лучей, которыми некогда воображение рисовал ему барское и покойное обеспеченное течение жизни в родной деревне. Через семь лет Обломов умер от удара. Захар спился, нищенствовал и все ходил на могилу барина. Штольц звал его к себе в деревню на покой, но Захар не поехал. Маленького Андрюшу Обломова Штольцы взяли себе на воспитание и считали членом своего семейства. Агафья Матвеевна осталась одна. С потерей Ильи Ильича нечего было ей желать большего в жизни, некуда идти. Оживала она только, когда виделась с Андрюшей. А виделась с ним редко, когда только штольцы жили в городе или снимали дачу недалеко от города. Перед домом на лужайке. Иван Алексеевич! Алексеев играет с детьми. Иван Алексеевич! Идет к дому. Сделайте мне, пожалуйста, лекарство. Оно там на подоконнике. Сейчас, Ольга Сергеевна, несу. На подоконнике небольшая коробочка и стакан. Подойдя к нему, Алексеев сталкивается с холодным взглядом Штольца. Тот пишет, сидя за рабочим столом. Высыпав порошок в стакан, Алексеев осторожно несет его на террасу. Пожалуйста. Спасибо. Ольга сидит за наклонным столиком, вышивает крестиком. Выпив содержимое стакана, отставляет его на стол. Посматривая на резвящихся на поляне детей, продолжает вышивать. Нянька говорит, что Оленька кашляла ночью. Не послать ли завтра за доктором? Я напоила ее сегодня теплым. Не пущу купаться. Там посмотрим. В общем, вы бы сыграли что-нибудь, Иван Алексеевич. Да ведь я и не умею, Ольга Сергеевна. Да, я и забыла, извините. Отчего же ты не отвечала на письмо своей приятельнице Сонечки? А я все ждал, чуть не опоздал на почту. Это уже третье письмо ее без ответа. Да мне хочется забыть ее скорее. Отчего? Так. Андрей Ильич! Андрей Ильич! Андрей Ильич! Андрей Ильич! Мальчики деревенские прибежали, сказывают, маменька ваша идет. Бегите скорее встречать. Маменька приехала! Мальчик в голубой рубашонке обнимает принесшую весь служанку. Маменька! Радостно бежит от дома. Маменька приехала! Штольц сел спиной к стене, плачет. Маменька приехала! Маменька! Штольц снова за рабочим столом. Да, тебе поклон от Рейнгольда. Я видел его в банке. Ты знаешь, он замечательно выглядит. Совершенно оправился. С удовольствием вспоминал нашу поездку. Ольга. Справлялся о тебе и о детях. Прикрыла глаза. Звал гости. Я отдал слово, что мы будем на неделе. Приедем к нему. А только по дороге домой вспомнил, что мы должны быть на открытии выставки. Из-под полуприкрытых век сбегают слезы. Большой, заросший густой изумрудной травой лук. На него из перелеска выбегает мальчик в голубой рубашонке. Бежит по колено в густой траве. У мальчика круглое веснущатое лицо. Густые локоны рыжих волос. Выбегает на скошенную часть луга. Бежит по ярко-зеленой отаве. Пересекает узкую полоску пашни. вбегает на вершину холма. С вершины холма открывается вид на широкую реку с несколькими островами. Мальчик бежит по склону в сторону берега реки. Мальчик бежит вдоль берега. Мальчик бежит вдоль берега. Мальчик бежит вдоль берега. Главный литературный консультант «Свободен». Директор картины Вилли Геллер. В главных ролях. Илья Ильич Обломов, Олег Табаков. Андрей Иванович Штольц, Юрий Богатырев. Захар, Андрей Попов. Ольга, Елена Соловей. Алексеев, Авангард Леонтьев. В ролях. Илья Ильич Обломов, Андрей Разумовский. Андрюша Штольц, Олег Козлов. Катя, Елена Клещевская. Тетка Ольги, Галина Шостка. Барон, Глеб Стриженов. Отец Обломова, Евгений Стеблов. Мать Обломова, Евгений Глушенко. Отец Штольца, Николай Пастухов. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. Тифлокомментирование выполнено фериалом научно-исследовательский кинофотоинститут Никфи, акционерного общества киностудия имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОЗФИЛЬМ. ВОЗФИЛЬМ.